Ребята, смотрите сегодня продолжение сказки Во лбу солнце, в затылке месяц, а по бокам звёзды Женился Иван Царевич на меньшей сестре И стал с ней жить, поживать душа в душу Ну, а старшие сёстры стали сердиться да завидовать младшей сестре Начали они ей зло творить Подкупили они нянюшек, мамушек И когда у Ивана Царевича родился сын А он ждал, что ему поднесут дитя с солнцем во лбу С месяцем на затылке, с звёздами по бокам Подали ему просто-напросто котёнка Сильно Иван Царевич огорчился, долго сердился Наконец стал ждать он другого сына Те же нянюшки и те же мамушки были с царевной Они опять украли его настоящего ребёнка с солнцем во лбу И подложили на этот раз щенка Иван Царевич заболел с горя печали Очень ему хотелось поглядеть на хорошего ребёнка Начал он ожидать третьего сына В третий раз ему показали просто ребёнка Без звёзд и месяц Иван Царевич не стерпел Отказался он от жены Приказал он её судить Засмолили царевну вместе с ребёнком в бочку И выбросили в море А Иван Царевич женился на её старшей сестре На той самой, что детей её покрало Да спрятало подальше от царя В отцовском саду в зелёной беседке Там мальчики росли-подрастали Родимой матушки не видели, не знали А она, горемышная, плавала по морю по океану с подкидышем И рос этот подкидыш не по дням, а по часам А скоро пришёл в смысл Стал разумен И говорит Сударыня матушка Тогда, по моему прошению, мы пристанем к берегу Бочка остановилась Сударыня матушка, когда б, по моему прошению, бочка лопнет Только он молвил Бочка развалилась надвое И они с матерью вышли на берег Сударыня матушка, какое славное, весёлое место Когда б, по моему прошению, здесь явилась баня Ту же минуту, как из-под земли выросла баня Двери сами растворились Печи сами затопились И вода закипела По моему прошению, когда б, сударыня матушка, твоего батюшки дворец Да к нам перешёл и с садом, и с твоими детками Откуда ни возьмись Взялся дворец А перед дворцом раскинулся сад В саду на ветвях птички поют Посреди беседка стоит А в беседке три братца живут Мальчик подкидыш подбежал к ним Вошёл, видит Накрыт стол На столе три прибора Возвратился он поскорее домой И говорит матушке Дорогая сударыня матушка Испеки ты мне три лепёшки Мать послушала Понёс он три лепёшки Разложил на три тарелочки А сам спрятался в уголок И ожидает, кто придёт Вдруг Комната осветилась Пошли три брата С солнцем, с месяцем, с звёздами Сели за стол и отведали лепёшек И узнали Узнали родную мать Кто нам принёс эти лепёшечки? Если бы он показался И рассказал нам об нашей матушке Мы бы его зацеловали, замиловали Их братья к себе приняли Мальчик вышел И повёл их к матери Тут они Обнялись все Целовались и плакали Хорошо им стало жить Было чем и добрых людей угостить Один раз Шли мимо нищие старцы Их зазвали, накормили, напоили И с хлебом солью отпустили Случилось же, что эти же старцы Проходили мимо дворца Ивана-царевича А он стоял на крыльце И начал их спрашивать Нищие старцы Где вы были? Побывали? Что видали? А мы Там бывали, повидали То видели, побывали Где прежде был мох До болота Пень до колода Там теперь дворец Три родных братца Нас угощали Во лбу у них солнце На затылке месяц По бокам часто звёзды И живёт с ними И любуется на них Мать-царевна Прекрасна Выслушал Иван-царевич И задумался Кольнуло его в груди Забило сердце Снял он свой верный меч Взял меткую стрелу Оседлал ретивого коня И не сказав жене прощай Полетел во дворец Что ни в сказке сказать Ни пером написать Очутился он там Глянул на детей Глянул на жену Узнал И душа его просветлела В то время И я там был Мёд-вино пил Всё видел Всем было очень весело Только одной старшей сестре Было не весело Да Вот так Вот такая сказка, ребят Ну а Наш урок Подходит к концу Пора нам прощаться А вернее говорить друг другу До свидания До новых встреч Пока, ребята До свидания, друзья До свидания